Вот как и обещал, небольшой видеообзор, как я устанавливал зеркало, как оно работает. Покажу, как вы видите, сейчас работает браузер, играет музыка. То есть через FM-трансмиттер работает. Звук вполне достойно работает. Ну, понятно, не как с диска и подобных носителей, да, через FM-трансмиттер, но вполне достойно, как просто слушать музыку можно. Вот. Далее имеем видеорегистратор. Как вы видите, он работает как вперед, так и назад. То есть пишет сразу с двух камер. Качество очень достойное, я потом продемонстрирую. Вот. Выходим отсюда с кнопочки. Вот. Также здесь приложение. Стандартный Android. Вот. Навигация. Навигация на VTEL в комплекте. Он идет очень свежий, в принципе, наверное, ну, из последних карт, что неожиданно для китайцев. Вот. Сейчас подождем загрузится. Пока скажу, пока грузится. Скажу, что минусы, конечно... Ага. Уже нашел соединение со спутниками. Ну, вот, пожалуйста, мы видим навигатор. Работает достаточно шустро. Никаких таких прям критичных задержек. Вот. Пожалуйста. Вот. Показывает. Все предупреждает. Все озвучивает. Все предупреждения. Пробки. Также с Wi-Fi раздаем Wi-Fi. Через телефон. С телефона раздаю Wi-Fi. И, пожалуйста, здесь все пробки, все обозначения, все показывает. Вот. Также в фоне все работает. Камера заднего вида. Показываю. Качество тоже очень достойное. Не знаю, получится ли передать это, конечно, с камеры. Но очень достойно выглядит. Я бы сказал, наверное, одна из лучших, что я видел. Так. Ну, по установке. По установке много, конечно, проводов пришлось тащить. Вот эта вот вязанка сверху, конечно, она несколько раздражающая. Не знаю, как можно сделать лучше. Но пока придумать ничего я не могу. Что дальше? GPS. GPS пришлось выносить сюда. Но это пока временное решение. Потому что, ну, вчера было очень холодно. И времени уже было мало. Под панель загонять пока времени просто нет. Вот так она, конечно, я загоню ее под панель. Ну, вот пока она здесь находится. Вот. Ну, ветрено. Пришлось петлички снимать, конечно. Далее провода провел под вот этими резинками. То есть под потолок. Резинка снимается просто. Выдергиваем ее отсюда. Вот. Проводим под потолок. Не рекомендую. На нашей машине не рекомендую проводить где-то снизу. Провода просто не хватит. Даже не заморачивайте себе голову. Просто не ломайте. Проводим только под потолком. Здесь все пропихивается спокойно. Здесь везде есть, скажем так, отверстие. Вот. Руками везде подлезть можно. Так. Далее. Здесь. Здесь все тоже пропихиваем. Очень внимательно. Здесь у нас находится подушка. Подушка. Вот в этой области. Вот. Пришлось аккуратно, так же под потолком, даже потолок испачкал. Но это ладно, все помоем. Вот. Под вот этими панелями всеми там прокладывать провода. Так же у меня там же идет от парктроника провода. Вот. Так. Пойдем к багажнику. Здесь, в принципе, все понятно. Основная проблема. Да, кстати. Видите, камера заднего вида. Вот. Пока у меня как раз борт. Открыт борт. Разобран. Ввиду того, что там мотор электропривода багажника в ремонте. Вот. Поэтому мне было проще. Снимается вот эта панель. Сейчас покажу. Вот. Пожалуйста. Тут электропривод багажника. Вот. Парктроник у меня тут установлен. Вот. Сюда проводим провода. Вот. И протягиваем его под вот этими вот панелями всеми. Аккуратно протягиваем, протягиваем. Доходим до вот этого момента. Это очень сложно. И вот у меня пришлось снимать вот эту резинку. Полностью вот это все вынимать. Для того, чтобы сюда просто пропихнуть провод. Провод пропихивается. Снимаем вот эту панель, вот эту панель. И вот эти вот лючки. Пожалуйста. И так же вот эту ручку. Вот эту ручку. Просто в эту ручку она очень большая. Она снимается очень просто. Просто выдергивается. Через нее удобно просовывать руку. Для того, чтобы просто подлезть к камере. И проложить провода туда, наружу. Вот. Ну, в общем-то, наверное, и все. Ну, далее просто приложу, конечно, файл. Как снимает видеорегистратор. Все можете увидеть. В общем, пока все. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok